Не сказать, чтобы легко и просто давался нам сюжет о деятельности фирмы «Новые строительные технологии». Все новое вообще проходит непростую стадию внедрения. Но сегодня наша цель вам показать современную технологию, позволяющую делать А. надежно, Б. красиво и В. долговечно. Можно и дальше перечислять букву алфавита и описывать преимущества буквально вылитых, а точнее вылепленных в монолите полов. Но сегодня вы все сами увидите в режиме онлайн, так как время, за которое производится практически полная заливка полов и сдача объекта – это 24 часа. Технология наливных полов позволяет в первую очередь произвести с минимальными затратами реконструкцию имеющегося бетонного основания пола, при этом сохранить такие важные требования к полу, как отсутствие швов, отсутствие пыли, гигиеничность, ну и ряд других требуемых для заказчика характеристик пола. Худо-бедно бетоном залить мы можем хоккейную площадку, но хотелось бы, чтобы лед был ровный. Худо-бедно мы можем сделать и автосервис, еще и кафелью мы его покрыть. И в результате и кафель лопается, и даже там, где проехала машина, там, где была воздушная пробка, кафельная плитка сломала все, перекрывать полностью пол. Чего мы избегаем, используя Ваши технологии? В первую очередь избегаем наличия пустот в бетонном основании пола. Второе, мы, и причем самый главный, наверное, момент в этом вопросе, это экономия дорогостоящего клея, с помощью которого монтируется плитка керамическая. Если говорить в цифрах и в граммах на квадратный метр, реальная экономия сколько может, если мы просто возьмем бюджетное покрытие, которое затем уже можно просто подготовить? Сэкономить можно до 1000 рублей в зависимости от того, что желает видеть заказчик. А заказчик желает, чтобы на этот пол можно было пролить масло, ну, случайно, и ничего не случилось бы? Мы имеем на этот случай такие полимерные составы, как химфлор, которые маслоустойчивы. А заказчик хочет, чтобы зимой в автомойку человек заехал на шипованной резине и не оставил царапин? В этих случаях применяется покрытие системы ХАРД, поддерживающее максимальные нагрузки, в том числе движение автомобильного транспорта. Через 13 лет все цивилизованное сообщество отметит грандиозный праздник. Двухсотлетие изобретения материала, без которого мы сейчас не мыслим строительства. Это цемент. Что сейчас можно делать из цемента, песка, щебня, воды и металла? Сложно перечислить. И самые мощные железобетонные конструкции сможет пробить только специализированное оружие, цена которого в тысячи раз выше цены возводимого объекта. Еще недавно цена прочности была пропорциональна толщине уложенного бетонного основания. Но сегодня прочность, химическую стойкость, эстетическую красоту, цельнозаливным полам придают применение новейших строительных материалов и технологий. Сейчас, наверное, время экономить. Экономят всех. Вместо цемента М300 берется цемент М100. Вместо скальника делается отсыпка шлаком. Вместо хорошей арматуры берется то, что где-то купили из-за копейки. Можно ли добиться высокого качества, либо грамотнее работать с нулевого цикла с вами? Ну, естественно, скупой платит дважды. И грамотнее было бы заказчику обратиться непосредственно к нам на начальном этапе производства таких работ. То есть на сегодняшний день наше предприятие имеет возможность браться за объекты с нулевого цикла. То есть отсыпка скалой, уплотнение основания, щебенение, устройство армирующих слоев, устройство подстилающих слоев и так далее и тому подобное. То есть таким образом мы имеем возможность устройства готового покрытия пола, начиная с нуля. Теперь самое интересное. Я провел с вами буквально 24 часа. Меня поразили сроки. В строительстве сроки главное и цена. Сроки, с которыми вы делаете ваш пол, это часы, по-моему? На сегодняшний день наше предприятие имеет возможность за 24 часа устроить пол площадью тысячи квадратных метров. И через 52 дня он будет готов к принятию тяжелой техники? Через 28 дней. Так получилось, что на недолгом телевизионном веку мне приходилось снимать и восстановление, и строительство новой взлетно-посадочной полосы Магнитогорского аэродрома, которая успешно принимает воздушные лайнеры вот уже на протяжении 12 лет, цельнозаливные полы АНГЦ и агрегата полимерных покрытий, а точнее монтаж он их, приходилось снимать тоже. Но нигде и никогда такой скорости выполнения работ на такой площади видеть ранее не приходилось. И оказывается, это не предел технических возможностей. В раз в течение 24 часов можно залить и идеально выровнять несколько тысяч квадратных метров. И это не предел. Конечно, бетон – вещь достаточно прочная, особенно ваш бетон, обработанный по вашей технологии. Но хотелось бы, чтобы не надо было укладывать, допустим, тот же технологический линолеум. Хотелось бы, чтобы пол был теплым, имеется в виду не каменным, а приятным на ощупь. Есть ли такая возможность? Такая возможность есть. В этих целях существует ряд полимерных составов, начиная от системы эконом и кончая системой химфлор. То есть, каждая из этих систем отвечает своим требованиям. К примеру, система «Стандарт» может применяться в помещениях офисного характера. Система «Хард» используется в производственных цехах, где на пол воздействуют большие нагрузки. Система «Химфлор», как я уже говорил, предназначена для использования в производствах, в которых имеется вероятность попадания агрессивных средств, таких как масло, кислоты, щелочи и так далее. По цене вопрос. Если мы, допустим, кафелем решили автосервис обработать и используя вашу систему «Химфлор», что нам выгоднее и что грамотнее? Естественно, выгоднее и грамотнее применить систему полимерных полов наливных. Стоимость такой системы колеблется от 1200 рублей за квадратный метр. И максимальная стоимость полимерного покрытия составит 3600 рублей. Это касаемо системы «Химфлор». Научно-технический прогресс, резко ускорившись в начале века 19-го, в 21-м, скорости своей не теряет. И мы от показателей грандиозности сейчас переходим к показателю качественнее. И оказывается, не только металл становится крепче, если его наклепать и опрессовать. То есть, укрепив внешнюю часть, оставить пластичную сердцевину. Внедрение поверхностно-укрепляющих материалов, материалов, способных отталкивать агрессивные реагенты, колеров и декоративных наполнителей, способно сделать поверхность устойчивую к физическим нагрузкам, нейтральную к любой химии, эстетически красивую своим внешним видом. И теперь у вас нет уже необходимости что-то красить и где-то лепить кафель. У вас идеально крепкая и ровная поверхность, которая прослужит ни год и ни два, и ни одно десятилетие. На сегодняшний день, вот на западе, ну не только на западе, в России, в крупных городах, на сегодняшний день ушли от использования кафельной плитки. То есть, сплошь и рядом топпинг, это такие центры, как метро, ашан, мега, также паркинги на этих торговых центрах. Конечно, у кого-то возникнет желание повторить путь пройденный, но повторяя, нельзя не учитывать то, что стартовавший находится уже далеко впереди. Накоплен опыт и опыт ни одного объекта. Опыт, позволяющий доказать и отмести прочь даже мысли о том, что бригада кафельщиков сделает лучше. Это просто невозможно сделать на таких промышленных площадях. Оборудование и материалы фирмы «Новые строительные технологии» применялось на территории всей Российской Федерации. И сегодня и сейчас не надо задумываться, куда обращаться. Альфа-центр, корпус «Б», офис 407. Ну а пока, вот вам информация другого рода. Итак, мы определились, что полы бывают разные. Полы которых нет вообще. Это ваша квартира, только что переломанная. Это ваш гараж, только что построенный. Это автомойка, опять же, с нуля. Полы бывают другого рода. Это наши любимые школы. Вспомним нашу 33-ю. Школы-больницы. Да, школы-больницы, где бетонные плиты уже покоробились со временем. И полы бывают другого рода. Вспомним, ну, допустим, ЦГЭ, 4-й поверен грант, где очень много людей потом плиткой все это дело выравнивали. Можно ли унифицировать и, обратившись к вашей технологии, решить все эти проблемы? Конечно, для нас, по большому счету, это не проблема. Это наша работа. С помощью наливных полимерных полов систем мы имеем возможность отремонтировать старые мозаичные полы, придать им более свежий эстетичный вид. Действительно, вспомним, больницы в большинстве своем в городе построены, так же, как и школы, десятилетия назад. Фундаменты этих сооружений давали усадку и подвергались температурным и гидравлическим нагрузкам неоднократно. Плиты перекрытий, служившие когда-то ровными полами одновременно, не всегда сохранили первоначальные геометрические и эстетические характеристики. Но это можно поправить полимерным полом. Теперь о том, что хорошо, конечно, и красиво смотрится брусчатка, свежая такая, модная, но по опыту Турции, к примеру, скажем, это далеко не идеально ровная и долговечная поверхность. Тротуарные дорожки и тенистые аллеи можно сделать сейчас и не хуже каменной мостовой. И выглядеть она будет точно так же. А учитывая, что все это армируется сталью и представляет собой монолитный кусок текстурированного железобетона, о долговечности подобной конструкции, о скорости монтажа судите сами. Конечно, крайне тяжело в одном сюжете описать многогранность задуманных и реализованных проектов. Конечно, тем для разговоров много и одного сюжета недостаточно. Но в дальнейшем и на ваших объектах мы сможем вместе продемонстрировать буйство вашей фантазии как заказчика и возможность реализовать оную фирмой новые строительные технологии как исполнителя.